Привет, друзья! Я услышала, что Custom Night Sister Location наконец-то вышел! Я очень этому рада! Сегодня у меня для вас припасены новые тайны и разгадки, потому что когда я посмотрела обзор на Sister Location Custom Night, я столько нового узнала и хочу вам это рассказать. Давайте начнем с того, что когда мы выбираем аниматроников, с кем мы проведем ночь, то мы можем заметить, что Бэйби тут вообще нет и Эннерда тоже тут нет. Это очень странно, потому что все надеялись, что когда-нибудь Скотт нам покажет Скример Бэйби, но пока что не суждено. Также мы можем заметить нового аниматроника, которого зовут Банет. Я так понимаю, что это девочка, потому что ну как-то Банет так созвучно с женским именем и тем более этот аниматроник розовый. И есть доказательства того, что это девочка. Смотрите, ночь девочек. И эта зайчиха относится ко всем девочкам. Стопы. Бидипаба-то девочка? А Лолбит это мальчик? Как мне известно, это тоже девочка? Ладно, ко всему этому мы вернемся чуть позже. Так, у нас есть какой-то новый аниматроник Электробаб. Ну, о нем я вам тоже расскажу чуть позже. Короче, обо всех позже, потому что дальше у нас идет... Йенда? Что? Этого эндоскелета зовут Йенда? Ну, как-то странно. Также мы можем заметить мини-рину отдельно и двух мини-рин тоже отдельно. Что за фигня? Они же вроде как с одной компашки. Окей, с этими аниматрониками мы разобрались. Теперь настало время теориям и загадкам и отгадкам. Сначала я вам расскажу подтверждение вот этого вот тизера. Здесь написано, как вы помните, закрыто из-за утечек. А именно из-за утечек газа, как мы выяснили при осветлении. В игре никаких подтверждений этому не было. Но в Custom Night это подтверждение появилось. Смотрите, здесь есть такое слово оксиген, что переводится как кислород. И этот кислород нам, не знаю, как перекрывают мини-рины. Вот, смотрите. Это что же, наверное, за утечку считается? Из-за этого может погибнуть наш главный герой? Да и к тому же, когда этот кислород почти на нуле, у нашего охранника начинает темнеть в глазах. Значит, на этом тизере была написана чистая правда. Была утечка газа, и это здание закрылось. И что у нас выходит? Тогда действия в Custom Night происходят до всех этих событий, до всяких убийств и там до всякой этой фигни. К тому же, как я говорила, здесь на табло, где мы выбираем аниматроников, Эннарда нету. Что еще раз подтверждает, что эти действия происходят до всяких убийств. Ведь Эннард появился в самом конце, когда все аниматроники решили сбежать и свои части собрать в одного единого аниматроника. Ладно, с этими утечками газа мы разобрались. Дальше у нас идет тот факт, что вся вот эта вот ночь, и вот все эти камеры, все вот эти вот места на камерах, очень похожи на камеры во ФНАФ 1. Вот взгляните, один в один, да и геймплей похожий. И да, что хочу подметить, Фантайм Фокси, она как Фокси во ФНАФ 1, тоже имеет свою такую шторочку, и она тоже бегает. Ну только ее на камерах не видно, как она бежит. А да, кстати, когда я говорила вам в самом начале про эндоскелета, забыла сказать, что он тоже имеет скример, и он нападает, и каким-то образом проникает в наш офис. Дальше давайте я вам расскажу про Электробаба. Это почти тот же самый Бидибаб, только он у нас отнимает быстро-быстро так электричество. Его надо отпугнуть вот этим вот электричеством. А теперь мы поговорим с вами о самом загадочном персонаже вот здесь. Это Баннет, и как раз таки вы сейчас ее видите, кому она принадлежит, или принадлежала, может быть, этому Йенда, или она сама по себе, или это как подружка Бонбона, или она просто принадлежит Фредди, и он постоянно их там меняет, этих зайцев. Да, теперь давайте поговорим о Лолду. Она рандомно появляется в нашем офисе, сначала появляясь на телевизоре, а потом перед нашими глазами. Я не знаю, как от нее точно избавляться, на нее надо либо нажимать, либо она просто сама исчезнет, но тем самым она нас отвлекает. Хотя вроде написано, пожалуйста, ждите. Наверное, все-таки надо подождать, пока она сама исчезнет. Ладно, ребята, давайте на этом закончим. Извините, что видео так долго не выходили. Кастомнайт вообще только первого числа вышла, а я задержала это видео аж на целую неделю. Мне просто не было времени это видео делать и опубликовывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok